Ну а теперь переходим к рубрике «Наболело». В этой рубрике мы показываем какие-то кировские проблемы, приезжаем на место съемки и пытаемся разобраться, кто же виноват и что делать. Вот меня лично уже очень давно бесит состояние улицы Крупской. Вот прямо выводит из себя. Но почему-то пока мы ее не снимаем, даем шанс нашим кировским дорожникам. А пока Оксана Стяшкина разбирается в другой, но не менее наболевшей проблеме. Я боюсь, что провалюсь с ведром, за водой хожу туда. Боится ходить по крыльцу уже не первый день и не первый месяц надежда. Дело в том, что оно уже давным-давно пришло в негодность. Проблема в том, я бы не стала так ходить. И на раз в ляге таскаю. Вот складывается вода. То есть у вас воды-то нет дома, да? Ну. Правда, проблемным оказалось не только крыльцо, но и весь дом, который вот-вот рухнет. Да у нас дом-то, посмотрите, дырявый. Там, посмотрите, снимите. Без стекол живем. Ситуацию усугубил пожар, случившийся в декабре прошлого года в соседней квартире. Теперь в доме черные и потрескавшиеся стены. Отваливается. Тут стена отходит. Вот. Видите, потрескается. По словам женщины, дом является муниципальным имуществом и, более того, признан аварийным. Они еще были учхоз, учхоз. А потом передали ленинской администрации. Сказали, что там под снос, а дом не сносят. И квартиру не дают, и дом не сносят. Поэтому Надежде приходится жить в таких условиях. В холодном полусгоревшем доме в ожидании, что администрация обратит внимание на ее беду. Я тут просила у администрации насчет материальной помощи, чтобы дали. Они сказали, что мы не даем материальную помощь. Мы очень надеемся, что на проблему Надежды и ее дома обратят как можно скорее внимание соответствующие службы и все-таки помогут ей разрешить ситуацию. Оксана Стяшкина. Специально для программы «Вятка Тудей». Субтитры создавал DimaTorzok